Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 9 июля 2019 года. Это неочередное видео. Так бывает, когда информация просится мне очереди. То, что я скажу в этом фильме, версии, которые я никому не навязываю, не утверждаю за истинные и единственно верные. Я могу ошибаться, как и любой человек в этом мире. Речь пойдет о так называемом вилочковом кресте. И что это начертание обозначает? Вилочковый крест – название изображения на дохристианских, так считается, могильных плитах, пошло с легкой руки Фоменко и Носовского. Они так определили эти начертания. Последствия многие исследователи гадали и предполагали, что же это могло быть. Думала об этом и я. Рисунок этот мог изображать что угодно. От стилизованного знака, похожего на раздвоенную вилку, на рога, дерево. Именно эти варианты и обсуждались во множестве ресурсов на просторах интернета. Все это символ мирового дерева. И вот кандидат в социологических наук МГУ имени Ломоносова Оксана Локтева, которая известна моим подписчикам по двухсерийному обзорному фильму о селе Коломенское и Дьяково, пришла к сенсационной догадке, о которой чуть позже я скажу. Фильм – это тайны села Коломенского. В сети встречаются названия так называемого вилочкового креста, как Ирминсуль, Мировое дерево. И начертания этих символов несколько отличаются. Мировое дерево, так Мировое дерево. А у нас речь пойдет именно о характерном начертании именно одного стиля и никакого другого, и никаких других производных. То есть в этом фильме я буду разбирать один единственный стиль начертания, который похож на… Вот эти начертания могут быть похожи друг на друга, общей стилистики, и тем не менее они отличаются. Обыватели покажутся где-то одинаковыми из одной серии, но тем не менее я буду говорить только об одном единственном начертании. А именно этот. Все остальные начертания похожи на этот, но имеющие какие-то дополнительные ответвления, дорисовки здесь не подходят. Это я говорю жестко и определенно, сразу отметая посторонние подвиды и псевдо-стили, неоязычество, не примазывать. Описание. Рисунок на каменной погребальной плите, о которой идет речь в этом фильме. Это ствол один внизу входит, упирается в рамку. Ствол состоит из двойной спирали, которая поднимается снизу, как бы из земли, и входит в круг. Иногда это напоминает замочную скважину. В центре круга может быть вихревая воронка, раскрученная по часовой или против часовой стрелки. Далее из круга выходят две кривые широкие полосы, включающие в себя те же переплетающиеся двойные-тройные спирали, или символику спирали, которые шли снизу в один ствол. А после круга они расходятся направо и налево, дугами, упираясь в рамку в общую, по периметру плиты. Неоязычники, движения, хлынувшие на территорию Советского Союза в 90-е, как всегда в часть правды завернули большую ложь. Написано все красиво и про мировое дерево, и про богов языческих, которые и есть суть захватчики, о которых я неоднократно говорила в своих фильмах. И взяв настоящие знания, их дробили, перевирая, не скупаясь и проведя огромную работу по фальсификации всей истории архивов летописей. Надо отдать должное их труду по этой трудоемкой работе. Молодцы! И сегодня на этой ниве продолжают трудиться фальшивые историки, фальшиво-филологи и так далее. Чтобы смутить и залгать настоящее знание, которым владели наши предки, и залгать символику, мимикрировать, как любой паразит мимикрирует, подстраивается внешне похожим под того, из кого будет высасывать соки. Вещь в нашем мире не новая, привычная. Паразиты живут с нами бок о бок столетиями, ну, не менее четырех столетий. Чем отличается стиль начертания на плитах, я скажу чуть позже. А пока для наглядного примера, как внешне подстраивается сорняк к культурному растению, как ложные грибы подстраиваются под полезные. Итак, еще раз. Расшифровка начертания не имеет никакого отношения ни к каким инмерсулям, мировым деревам и всей братье неоязычников, рожденных и кормящихся от иностранных папов-карлов и их лабораторий. Все эти многочисленные вбросы созданы с одной целью увести в сторону и запутать, а любое настоящее знание простое и понятное. Итак, например, наши расшифровки по теме плиты из белого камня. Это литье, мое мнение. И одного характерного начертания, которое я подробно описала. Идея Оксаны Локтевой в том, что это стилизация арок, арочных акведуков, связь с водой, связь с миром Яви и миром Нави. Когда Оксана рассказала мне о своем понимании, я сразу не готова была ответить, хотя сама много раз задавалась вопросом, что же на самом деле означает этот символ. Да, я задавалась этим вопросом, ну, более полутора лет точно. Не готова была никому ничего сказать. Но ждала, ждала щелчка так называемого изнутри, понимания, как вот бывает пац, и открывается информация. И вот как это обычно бывает, под утро приходит понимание, что Оксана совершенно права. Это действительно часть арочной конструкции моста, связь с водой, акведуки. Я дополняю эту идею Оксаны тем, что вижу здесь в центре круг, как завершение одной жизни. И две дуги, как связь с миром Нави, из Нави вправь, бытие и опять в Навь. И рисунок на одной плите – это всего лишь часть одного цикла. Эти циклы встречаются на фасадах старой архитектуры во множестве. Прошлое, настоящее, будущее, бесконечное прошлое, текущая жизнь, завершенная, как круг, и бесконечное будущее. Это цикл. И Мастек ведуки, помимо архитектурного и функционального решения, несут информационно-духовное послание, арочные опоры, несет воду. Вода проточная, связь биологической жизни. Без воды все погибнет. Нам ли не знать этого? Тот же Калинов мост через реку Смородину – символ перехода и жизни в потусторонний мир. А игра в ручеек, это добавляет Оксана, это символ бесконечно нарождающейся новой жизни, проходит под руками, арками пары, как правилом, разнополые пары, новые в жизнь, в явь. Теперь более логичная и понятная символика орнаментов на многих старых краснокирпичных зданиях. И в завершение еще мысли Оксаны Локтевой передаю по Ростокинскому акведуку, по названию. Цитата. Возвращаясь мыслями к истоку ИС, ТОК, РОС, ТОК, РОСТОК, в значении РОСТ, ДВИЖЕНИЕ, ТЕЧЕНИЕ, ТОК, и значение, на которое меня навел Ростокинский акведук. Свое название акведук получил от имени села Ростокина, которое в свою очередь произошло от слова РОСТОК, то есть раздвоение на два потока. Село стояло на месте впадения в Яузу, речки Горянки. Слияние двух рек было похоже на развилку, Росток по-старорусски. И ключевое слово – свод, то есть свод буквально. То есть так называемый вилочковый крест, вот в этом идея Оксаны Локтевой, это развилка рек, а не мировое дерево. Далее продолжаю. Слова Оксаны. ТОК – важное слово. Поток, исток, Росток. Город русов на карте современной Паруси, Германия. Отсюда же название Росток. Итак, под итог идея Оксаны Локтевой со своими дополнениями и пониманиями единого образа, который возник у нас от расшифровки символа на надгробных плитах до христианских, которые попали под тотальное уничтожение, шли на щебенку для устройства дорог, под фундаменты церквей и даже попали в часть лестницы Третьяковской галереи. Был такой случай, его озвучивали где-то в новостях. Итак, соглашусь с мнением кандидата социологических наук МГУ Оксаны Локтевой, соглашусь и дополню выводами. Итак, так называемый «вилочковый крест» от Фоменко и Носовского мог и, вероятнее всего, имел отношение к понятным и родным нашим символам, знаниям законов жизни, а не каким-то придуманным богам в сыроушных лабораториях. Это и вода, и исток, и развилка реки, и символический переход по реке Лето, кануть в лето, и через реку Смородину, через Калинов мост, через рождение Смерть, рождение Бесконечная река Жизни. Кстати, там, где впадает река Ака в реку Волгу, тоже можно символически принять завилочковый крест. Это знаменитая стрелка Нижнего Новгорода, которой мы недавно посетили небольшой группой энтузиастов, а вот об этом мы поговорим в следующем фильме. Благодарю за внимание! Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всех вам благ! С вами была Галина Конышева.